здравствуйте добрый вечер рада быть у вас в гостях надеюсь что буду вам полезно и интересно и вообще в целом мы и вы и я вместе не зря проведем здесь это время я думаю что я уложусь наверное минут в 50 если у вас будут какие то вопросы пожалуйста задавайте их сразу по ходу дела в том числе обо мне ну как можете вы видеть меня зовут софия я психолог закончила психфак мгу нарративный практик что это значит это значит что я практикующий консультирующий психолог то есть занимаюсь ну можно сказать психотерапией но не будем вдаваться во все эти подробности и тонкости просто сам факт что я принимаю людей у которых есть какие-то жизненные трудности вопросы проблемы и тому подобное а еще преподаю в университете первокурсником прекрасным очень милым студентом преподаю социологию массовых коммуникаций вот так что можно сказать что я еще и немножко стала социологом но скорее наверное социальным психологом вот и сегодня я вам хочу рассказать про культуру оценивания знаете интересно что когда меня вообще алина сюда пригласила предложила мне здесь выступить первое что я подумала о как круто в него очень хотелось что-то рассказать то что я вообще обожаю рассказывать и популяризировать психологию но вторая моя мысль была и я сразу подумала про эту тему потому что мне кажется что она актуальна для творческих людей но вторая моя мысль была господи что же мне делать с презентацией я же пойду в этот храм дизайна как мне выйти из этой ситуации может мне лучше и вообще не делать что меня там никто не оценил и это довольно парадоксально что обладая всеми этими знаниями я все равно об этом думала и боялась но как вы видите я все равно я сделала и надеюсь что я сделал ее довольно смешно и что ну по крайней мере у меня была такая цель поэтому оценить ее по достоинству пожалуйста это мои презентации а если у вас есть какие-то может быть вопросы вам важно узнать еще что-то обо мне кто я какой у меня есть опыт за мое образование что-то такое я могу этим поделиться только индивидуально вообще не беру группы сейчас ну как студенческая еще мои прекрасные дают студенты ну то есть нет в таком формате когда рассказываю да тогда скорее группы но вот как именно психолог как практик индивидуально я пробовала работать с парами но поняла что мне больше нравится лично взаимодействовать с людьми вот а так с тренинговой группы не знаю как то пока пока нет в общем-то скорее индивидуально но рассказываю тем кто хочет послушать вот у меня тут есть всякие листочки потому что много чего хочу сказать и боюсь что-то забыть поэтому я иногда может быть буду на них так поглядывать чтобы понять осветила ли я все темы которые хотела или еще что мне важно вам сказать вот ну в общем сегодня мы поговорим про эту культуру оценивания я надеюсь что мы сможем вообще ответить на вопрос почему мы все оцениваем и как это на нас влияет и под оценкой что я здесь имею ввиду я думаю что в этом зале да и вообще в принципе в россии а наверное в мире нет ни одного человека кто ни разу не сталкивался с оценкой оценка приходит постоянно начиная вот от самых там наших ранних лет когда нас оценивают как умненьких детишек или красивую там прекрасную девочку или такого сладкого мальчика с такими красивыми там голубыми глазками это продолжается в школе и повсеместно всю нашу жизнь включая каких-то случайных прохожих которые натыкаются на нас в метро и что-нибудь нам говорят вроде там дура и это тоже будет оценка вот и безусловно это имеет какие-то последствия но я наверное сначала хотела бы все-таки поговорить про то откуда это все растет какая почва у этой культуры оценивания и почему она так всеобъемлюще охватывает нас но мое такое предположение и мои наблюдения заключается в том что это все-таки в первую очередь идет из школы и сама наша школьная система это в первую очередь именно система оценивания то есть вы что-то делаете выполняете какое-то задание и потом за это вам ставят вот натурально прямую оценку от единицы до пятерки ну понятно что у нас эта система на самом деле 3 4 5 и тут уже есть некоторая загвоздка потому что изначально смысл который вкладывался вот в эти школьные оценки и в этих прекрасных учителей и учительниц был в том чтобы научить людей оценивать самих себя то есть чтобы ученик выполняя какую-то работу понял какие критерии примерять для того чтобы осознавать вообще он это сделал хорошо или он это сделал плохо но к сожалению в какой-то момент к сожалению даже не знаю в какой эта система дала почему-то сбой и теперь когда учитель оценивает нас во-первых происходит ну как это должно быть что оценивается выполнение какого-то задания и только его вот нам дали задание домашнее задание контрольную работу и потом нам говорят вот это сделал там на 4 на 3 на 5 но в современной школе происходит вообще в целом оценка знаний и с одной стороны что здесь подразумевается школа учит нас тому что есть как бы правильные ответы и в зависимости от того попали вы или не попали в этот правильный ответ вам выставляется вот эта вот оценка правильные ответы они претендуют на истину что есть вот некоторый путь как вы можете осознавать эту действительность как вы можете ее описывать как вы можете решать какие-то конкретные проблемы и тогда жизнь поставит вам условно хорошую оценку это то что запоминает маленький ребенок но как вы можете представить в взрослой жизни все немножечко сложнее никаких тут уже правильных решений не остается более того когда современные учителя ну конечно не все но многие оценивают детей они оценивают их способности в целом и учительница по математике говорит что там вася но он у нас мальчик неспособный но непонятно что у нас вася будет то есть это уже не оценка его конкретного выполнения какой-то конкретной работы оценка вася вообще как личности что он что-то может он что-то не может и в итоге она распространяется на всю его жизнь потому что это конкретно эта мучительница математики говорит васю которую который который плохо решает уравнение что возьмут и без математики станешь дворником ну или вообще бездомным и в итоге эта оценка становится настолько всеобъемлющий что она начинает охватывать вообще всю жизнь этого бедного васи и пети маши и кого угодно и из вполне себе хорошей идеей научить людей каким-то собственным критерием оценки своей деятельности она превращается в скорее даже навязывание ярлыков с претензией на то что есть какой-то человек который знает как жить который знает как это решать который знает какие ответы правильные и исходя из этого может оценить вас как личности более того даже оценить ваше будущее в этой жизни и у меня есть такая гипотеза что именно отсюда рождается страх оценки который связан с вот таким с неуверенностью в собственном будущем когда мы боимся сделать что-то плохо и боимся что это будет плохо оценено потому что это страх стать каким-то неудачником как будто каждая наша ошибка каждая плохая оценка которую мы видим означает что потенциально это приведет нас к тому что мы станем дворниками ну так утрируя ну по крайней мере я встречаю это в своей практике действительно есть люди для которых вот эта негативная оценка становится чем-то таким имеет как будто предсказательную силу как будто бы если вас плохо оценили это значит что это может как-то повлиять на ваше будущее хотя в действительности вся наша деятельность складывается из каких-то маленьких элементов которые могут быть оценены хорошо или плохо и что тут мне кажется вообще интересным знаете вот на психфаке очень любят такой анекдот когда психолог заходит в начальную школу там в первый класс и спрашивает кто умеет танцевать и все дети я умею я умею кто умеет петь и все тоже я умею я умею кто умеет рисовать тоже весь класс умеет потом психолог заходит в 11 класс и спрашивает кто умеет танцевать тишина кто умеет петь тишина кто умеет рисовать вот там маша художественную школу закончил и что происходит с детьми на протяжении этих 11 лет что из талантливых активных прекрасных детей они в итоге превращаются в людей которые как будто бы ничего не умеют и конечно это в первую очередь вопрос оценки и самооценки с одной стороны а с другой стороны вот этой немножко советской системы когда ты если высказался что ты что-то умеешь что ты всю жизнь будешь этим заниматься ты умеешь рисовать и ты будешь эти стен газеты рисовать теперь до потери пульса просто пока ты не упадешь в обморок и конечно тебе уже проще даже не не заявлять вообще о каких-то своих навыках и умениях и вот это результат школы школьного оценивания а другой результат я очень часто с этим сталкиваюсь это тоже практически наверное анекдотичный случай может быть кто-то из вас что-то тоже подобное видел но вот честное слово сколько людей ко мне приходили и рассказывали истории когда мы копали в эту тему оценки и почему она им так неприятно и рассказывали разные истории про то как они там в третьем классе нарисовали кота и поставили три потому что их кот был фиолетовым а фиолетовых котов не бывает или они нарисовали радугу где был коричневый цвет а в радуге нет коричневого цвета из-за этого им поставили двойку и это конечно безумие безумие младшекласснику ребенку который всю любовь вложил в этого фиолетового кота поставить за это какую-то плохую оценку чему это вообще должно его научить зачем это делать это просто непонятно то есть неужели вообще урок из о состоит в том чтобы мы научились реализму и досконально передавать оттенки шерсти котов но к сожалению мы все попадаем в эту систему и мы все в ней крутимся но это вот то что я хочу сказать про школу такой как бы крик души но я конечно не хочу обвинить всех учителей и всю систему что они работают так я прекрасно понимаю что есть люди которые из этой системы стараются выбиваться и слава богу там я их тоже знала и у меня были прекрасные учителя по многим предметам но с другой стороны было и вот учительница которая точно также переносила оценку наличности на будущее но например опять же может вспомнить ваша коллега у нас была учительница по физике которая любила чтобы стирали с доски исключительно ровными линиями сверху вниз и кто так не делал она говорила если это была девочка что никто ее не возьмет замуж а если это был мальчик что на нем никто не женится и это смешно звучит когда мы взрослые люди но для ребенка это может быть слишком сложно да да я хочу заметить мы до сих пор не замужем невероятно что это могло на нас повлиять и одно дело когда вы уже взрослый человек и можете с этим как-то обойтись и понимаете какие-то связи а другое дело когда вы только выстраиваете свою самооценку и сталкиваетесь со всем этим и это все приходит вас и вы начинаете пытаться выстроить эти логические взаимосвязи между тем как вы решаете задачи по физике как вы стираете с доски и вообще будет ли вас счастье в будущей личной жизни вот и конечно к этому добавляются помимо учителей взрослые ну и в том числе родители и тут тоже нисколько не хочу никого обвинить и никаких у меня нет идей что мы можем возложить на это вину но мы потом чуть 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 поговорим об этом но что я хочу сказать по поводу вот такой родительской оценки а в том числе когда мы приходим из школы вот допустим пришел ученик из школы и у него спрашивают как это обычно бывает там какие оценки сегодня получил и он говорит я вот получил там две четверки и пятерку и двойку и в нашей культуре абсолютно нормально что его спросят а двойку за что хотя в действительности по логике вещей две четверки пятерка и двойка имеют одинаковый вес почему вообще мы должны больше обращать внимание именно на эту двойку почему не спросить его сначала за что пятерка и это было бы логично но вот так вот выстроена сейчас наша культура и это проецируется и на какую-то дальнейшую нашу жизнь вот эти расставленные акценты когда вы сдаете там какой-нибудь заказ когда вы выполняете вы пишите там статьи или делаете рисунки вам могут сказать там вот это ок вот это круто а вот это ужасно и вы именно это ужасно запомните вы именно на эту двойку чаще всего отреагируете ну понятно что тут тоже нет каких-то универсальные правил но в целом это наблюдается в этом есть какая-то закономерность но этого нет никакой логической обоснованности мы вообще-то если мы мыслим об этом рационально мы должны отдавать должное и двойкам и четверкам и пятеркам они все имеют равный вес и тут за пятерки всегда становится даже немного обидно это какая-то несправедливость что они воспринимаются как должное а двойка это всегда там какая-то какой-то скандал и какая-то причина обратить на это внимание это школа это учителя это родители это разные травмы которые мы в этой школе получаем и вот если из школы вытекает этот страх быть плохо оцененным и быть неудачником то мне кажется от такого родительского контроля вытекает скорее страх быть наказанным или страх что вас отругают за то что что-то сделали плохо ну это же я сталкивалась с этим что там люди боятся отправлять свои работы начальству или заказчикам или там кому-то их показывать и боятся именно что их отругают то есть люди иногда даже не читают письма которые приходят в ответ там на протяжении какого-то дня потому что они боятся что в этом письме что-то плохое что их за это будут ругать и это тоже какая-то вот такая вот история тянущаяся из детства и после наших родителей нашей школы мы попадаем в подростковом возрасте в прекрасный мир наших сверстников которые тоже как вы наверное знаете очень добрый в этом возрасте где вас все принимают любят и со всеми вашими плюсами и минусами ну конечно да это такая ирония вообще подростки не отличаются обычно большой добротой и принятием в том числе потому что они растут в том мире которые предоставляют взрослые потому что они это все впитывают и как вы знаете если ваши вкусы чем-то не угодили кому-то в подростковом возрасте это может иметь серьезные последствия но помимо того что над вами просто много могут смеяться и там горит что это отстой как вы можете это любить это полный там бред но вас могут начать буллить то есть травить в школе из-за каких-то специфических вкусов в класс может начать сплочаться против вас вас могут выгнать из компании из-за этого в целом и это тоже конечно очень большая травма для ребенка или даже могут применить по отношению к вам насилия ну то есть да если там вспоминать какие-то более ранние времена там если вы принадлежите к культуре и вас могут просто избить за то что вы так выглядите это считалось тогда условно нормальным но то есть это было распространено то есть вы действительно можете просто физически ощутить собственную небезопасность просто из-за ваших вкусов и конечно эта чувствительность к оценке она здесь еще более повышается она становится еще такой сильнее более сильные вы оглядываетесь на все происходящее и конечно тут проще быть конформным но конформным не по отношению к взрослым а по отношению к вашим сверстникам любить то что любят ваши сверстники одеваться как одевается там большинство людей в вашем классе или тот кто обладает каким-то авторитетом и это тоже настраивает нас на такую волну с одной стороны слежение и такой настройки на вот эту оценку нас окружающими потому что это играет прямое значение в нашей жизни а с другой стороны на такую некоторую идею подчинения доминирующим идеям поскольку это безопаснее и поскольку тут мы точно можем чувствовать себя хорошо и именно в этом возрасте начинает ну вот помимо вот этого буллинга появляться какая-то токсичность ну и токсичность в плане такого обесценивания и самого себя и других когда там опять же у ученика есть какой-то имидж в классе который уже создала и моего учительница и вот он говорит а я там хочу сыграть в школьном театре я там буду не знаю каем ему говорят ты слушай ты пример этот не можешь решить крутят о чем вообще-то говоришь и все вот это вот так вертится все это закрепляется и все это становится какой-то вообще общественной нормой и в какой-то момент мы все начинаем жить в мире где мы все друг друга оцениваем все что мы делаем это постоянно каким-то образом оцениваем самих себя друг друга того что делают люди вы можете оценивать меня как я говорю как я выгляжу как это презентация сделано как я жестикулирую и это абсолютно нормально это становится нашим автоматизмом я тоже захожу в студию я смотрю что здесь как здесь как это мне в итоге мы попадаем в этот мир в мир где абсолютно все сделано из каких-то ну ладно абсолютно все может и немножко утрировала так чтобы драматизма придать но действительно это очень много это очень большая часть того что мы делаем особенно если мы находимся в новой ситуации особенно если мы не знаем коллектив который перед нами или мы не знаем человека мы всегда стараемся его оценить и в как-то его в нашу когнитивную систему вообще запихнуть вот и из оценки окружения выходит такой еще один страх вот помимо тех что я уже упомянула страха быть неудачником и страха что тебя отругают появляется еще страх одиночества что если вот это окружение ваш вас плохо оценит она может от вас отказаться вас могут не принять в компанию вас могут ну в компанию смысле по работе вас могут исключить из какой-то дружеской компании сами могут перестать общаться и подумают господи какой ужас неужели он это слушает нам наверное не по пути и вот этот страх плохой оценки связанные со страхом быть отвергнутым тоже ну такую довольно большую роль играет в жизни и при этом вот мы начинаем все как взрослые люди друг друга оценивать постоянно и мы еще придумываем для этого какие-то причины почему это нормально вообще-то мы все знаем что оценка это не очень-то приятно и что она может сильно ранить что от этого может быть будет быть больно но мы начинаем говорить ну вообще-то это пойдет тебе на пользу а кто-то тебе скажет кроме меня это без оценки невозможен рост это продуктивная какая-то критика поэтому я ее озвучиваю я вообще хочу сделать тебе лучше это чтобы ты стал лучше работать или люди позволяют тебе резкие оценки говорят я вообще-то за это заплатил поэтому я имею право так об этом отзываться что довольно спорная идея и мы тоже поговорим об этом то есть мы придумываем себе какие-то такие причины которые это все легитимизируют почему оценка это вообще-то прикольно хорошо и здорово и зачем это может быть нам и другим полезным и эти причины почему я называю их такими оправданиями потому что они появляются именно потому что мы знаем что это может ранить то есть причина по которой мы это высказываем нужна нам потому что мы понимаем что мы можем сделать этим больно и мы как будто пытаемся оправдать эту боль которую мы здесь наносим но это в случай конечно каких-то отрицательных оценок и эта почва школа взрослые сверстники потом наше окружение уже во взрослой жизни дают определенные результаты и результаты эти заключаются в том куда плоды этой повсеместной оценки что мы постепенно перенимаем это внутрь самих себя мы условно впитываем этот голос марии ивановны наши учительницы по физике голос мамы там или папы которые говорят да ты бестолковый что там из тебя вообще выйдет темный как пивная бутылка мы просто делаем эти голоса чуть-чуть модифицируя частью самих себя и что мне кажется здесь важно что вообще-то вот эта идея оценки она нам обещает и убеждает нас что если мы будем исследовать если мы будем оценивать критиковать говорить там что это плохо и что хорошо то мы будем развиваться мы будем становиться лучше успешнее это приведет нас с каким-то материальным благам психологическим мы станем сильнее это такая довольно вообще нитшанская идея вот все что тебя не убивает все делает тебя сильнее и вот мы должны через страдания идти к этой внутренней силе развивать уверенность в себе внутренний стержень чтобы к этой критике там еще и положительно относиться и тогда все в нашей жизни будет прекрасно и замечательно но в действительности то что я вижу работая с людьми как психолог результаты этого часто не всегда кого-то это действительно подстегивает но часто бывают другими и мы получаем примерно вот такую картину когда мы впитываем этого внутреннего критика внутреннего цензора образ нашей мамы которая была с нами строга и в результате когда мы думаем о том чтобы что-то вообще сделать такое хорошее творческое созидательное мы начинаем чувствовать неуверенность в себе и мы думаем получится у меня это не получится я вообще-то уже и так несколько раз это плохо сделал может вообще не стоит начинать у нас появляются страхи тем чтобы показывать кому-то свое творчество ну например я помню когда я была подростком еще так с доверием и любовью смотрела на мир я показала своей маме свои стихи и она мне посоветовала побольше ознакомиться с классическим творчеством если что для меня воспринималось конечно как резко негативная оценка потому что я то понимаете от всей души и у меня были порывы не не до есенина и не до пушкина было в тот момент я могла перестать вообще писать но я просто перестала показывать их маме вот но в любом случае это работает примерно так то есть это может вообще застопорить вас в творчестве или в какой-то деятельности или это может заставить вас закрыться потому что ну какой смысл этим делиться если это потом причиняет вам боль это уже больше про какие-то такие штуки садомазохистки вот это страх делиться страх вообще как-то развивать свои идеи потому что предсказываются вот эти вот негативные последствия события что никому не понравится это никому не будет нужно или там вас за это отвергнут еще одним последствием здесь может быть например синдром самозванца не может быть вы слышали про это когда вас хвалят и вам дают положительную оценку но вы не можете уже это принять потому что вы настолько привыкли оценивать самого себя как-то критически что вам кажется что он здесь вам повезло или просто кто-то не заметил что вы на самом деле сделали плохо и не смог это оценить и это просто какая-то случайность но скоро вас обязательно рассекретят и поймут насколько все-таки вы плохо не знаю рисуете пишите и стираете с доски и это вот такой как бы диалог до вашего внутреннего критика который строго вас оценивает с реальным миром который уже вполне может благожелательно к вам относиться сюда же идет обесценивание обще собственных заслуг собственных трудов усилий обесценивание в прямом смысле то есть когда вы не можете попросить назначить там заказчику или начальнику цену за свой продукт и за свое творчество стеснение страхи фобии и все это вместе приводит на самом деле часто к параличу когда вы вообще уже не можете ничего делать из-за этой критики то есть культура оценивания обещает что она будет нас развивать и к чему-то подталкивать но зачастую делает абсолютно обратное люди бросают заниматься творчеством они больше не пишут песни они больше не рисуют они не воплощают свои смелые идеи в жизнь они просто не хотят сталкиваться с этой болью от оценивания и с этими негативными переживаниями и в конечном итоге просто бросают делать что-либо и творить ну вроде про все последствия рассказала ну наверное вы и сами можете допридумывать да что внутренний критик приносит вашу жизнь хорошего и плохого но тут вообще мне просто важно подчеркнуть вот эту идею соотношения и взаимосвязи между тем как мы относимся к себе и как мы взаимодействуем с окружающими и что вот эти наши взаимодействия они впитываются с одной стороны внутрь нас и потом выстраивают какие-то внутренние отношения и потом и проецируется на других на самом деле то есть если мы постоянно себя за что-то ругаем что мы там где-то что-то не дорисовали не доделали какую-то черточку там не дописали не сформулировали эту фразу идеально и мы видим как кто-то например из наших коллег приносит что-то сделанное просто и легко нам сложно искренне этим насладиться мы начинаем и к нему тоже относиться так как мы относимся к себе ну по крайней мере такое бывает довольно часто вот и собственно кто вообще виноват в такой трагической ситуации что мы с вами здесь все в этом мире оказались в таком обществе где все это происходит все и никто то есть с одной стороны мы все постоянно поддерживаем эту культуру оценки с другой стороны мы не можем обвинить не эту учительницу не там родителя не брата не сестру не бабушку не дедушку потому что они тоже были воспитаны в таком обществе и у нас сейчас есть например привилегия что я смогла к вам прийти меня сюда пригласили у вас есть это время чтобы это обсуждать и задуматься об этом об этом к сожалению там наших бабушек и наших учителей этого времени не было и они вообще об этом не размышляли психологически последствиях к сожалению хотя конечно вообще-то учителям стоит об этом думать это просто та культура в которой мы находимся и сам социум сам контекст влияет на нас и заставляет нас действовать определенным образом и поэтому здесь нет вины никого индивидуально никакого конкретного учителя и никакого конкретного родителя но это не значит что мы не можем ничего с этим сделать и мы сейчас про это поговорим но моя идея заключается в том что бесполезно быть токсичным по отношению к токсичности что сейчас вообще-то довольно сильно процветает сейчас это принято что если мы видим токсичного человека то нужно сразу как-то на это отреагировать и не обесценивать что делаешь плохо ты меня обижаешь но это тоже самое вы просто начинаете обесценивать само это обесценивание это как пойти там насилием против насилия не уверена что это самый лучший путь но я предложу вам сейчас какие-то по этому поводу альтернативы а сейчас понятно что я говорю если может быть какие-то термины или что-то крита мысли которые надо пояснить супер отлично если вдруг что-то сразу меня спрашивать ну что тогда предлагаю поговорить о том что вообще со всем этим делать тут у меня довольно много идей и вообще довольно долго я по этому поводу размышляла мой ответ я не претендую на то что он универсальные единственные но мне кажется что он может быть довольно полезным это альтернатива культуры насилия которая заключается в культуре заботы когда мы заботимся во-первых сами о себе и руководствуемся не какой-то такой метафизической даже плохо ощутимой идеи этого эффективности успешности развития а когда мы руководствуемся заботой и забота не отрицает вообще-то умение там о чем-то говорить что-то поправлять каким-то образом улучшать но это делается не с точки зрения такого ты сделал это ужасно это полное говно переделай это а это делается из позиции заботы о человеке когда мы сможем ему что-то таким образом сказать чтобы для него это было полезно хорошо правильно и здорово и это конечно забота по отношению к самому себе когда вы говорите собой не как например внутренний критик а вообще в какой роли вы еще можете для себя быть можете ли вы быть себе только вот этой вот учительницей и следить за собой и говорить о том что ты снова там сделается на 3 или на 4 с минусом или вы можете быть себе другом из позиции друга посмотреть на то что вы делаете можете ли вы быть сами для себя вдохновителем музой вообще в целом неплохо подумать о том кто в вашей жизни помогал вам развиваться и как какие у этого были альтернативы помимо вот такой вот критической оценки и если можно тут чуть-чуть вас еще поспрашиваю вот у меня вот про эту культуру заботы это наверное что-то про ценность вообще безоценности что в отсутствие оценки как раз и содержится некоторая ценность которая может быть полезна и которая может привести к лучшим и более плодотворным результатам и у меня тут такой небольшой к вам вопрос если будет здорово если вы вдруг захотите об этом порассуждать а как вообще можно отреагировать помимо оценки на ситуацию когда что-то вам что-то показывает кто-то что-то показывает ну вот допустим не знаю ваш друг он увлекся музыкой и он начал писать какие-то там электронные треки и он приносит их и включает вам говорит слушайте слушай я вот теперь пишу музыку и что вы можете ему сказать помимо того чтобы эту музыку оценить потому что тут наша самая первая реакция это сказать о круто здорово или там ой чувак что это такое вообще о чем ты если у вас в голове какие-то альтернативные варианты что можно здесь вообще еще сказать когда что кто-то вам что-то показал поблагодарить поблагодарить да 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 это хорошая идея можно да можно встать и уйти но нужно понимать какие последствия это может нести за собой это тоже может быть воспринято человеком интерпретировано каким-то образом да это моя мой любимый способ я люблю задавать вопрос да и помимо чувств еще можно поделиться например какими-то образами которые всплывают там мыслями ну то есть условно вот я там слушаю эту музыку и я там вспоминаю как я там за в детстве ходил в эту музыкальную школу или там я ощущаю себя на море что мне кажется уход вообще от оценок в сторону какой-то нарочитую любезность совершенно верно и вот если он вам это сказал то тут вы уже можете дать свою оценку и желательно чтобы она была обоснованной и тут вы можете как похвалить так и поругать и это нормально то есть если человек просит вас скажите а как вообще это нормально ненормально мне стоит с этим куда-то идти там развиваться в этом направлении почему бы и нет вы можете сказать вот это мне понравилось а вот это вот мне не понравилось но если вас об этом никто не просил а просто принес показать вам свой трек то сказать спасибо что поделился или слушай здорово что у тебя новое хобби я за тебя рад это более чем нормально но вот по поводу нарочитой любезности я абсолютно согласна и сейчас вот есть еще такой тренд но наверное во многом западный вот похвалить даже если хвалить особо не за что знаете сказать ну это круто да вот там тебе нужно с этим прям сразу идти на все лейблы записываться это тоже бессмысленно и это зачастую считывается человеком ну как что-то неоправданное и бессмысленное но я не знаю наверное кто-то из вас смотрел фильм дудя про кремниевую долину где ребята об этом рассказывают что это не ходят в америке на эти питчи им постоянно говорят круто эта идея она вообще взорвет все на свете и ты слышишь это раз ты слышишь это два ты слышишь это три твое день чего не взрывает и но это обесценивается то есть это становится просто как бы пустым звуком такая оценка и в итоге это уже вообще не можешь понять плохо ты сделал хорошо ты сделал что все это значит зачем тебе это говорят поэтому я тут ну это лично мое персональное мнение я против вот этой необоснованной похвалы и более того я могу вам сказать что дети они тоже это хорошо чувствуют и вот если родители критичные это плохо влияет на самооценку но если родители хвалят за все подряд и там ребенок нарисовал какую-то загогулину о боже мой это так прекрасно это шедевр мы это повесим и это отправим в музее и это дети тоже чувствуют и у них не вырабатывается в итоге какого-то такого собственного внутреннего термометра как им себя оценивать и они им начинает казаться что их всегда перехваливают и они не могут уже поверить в какую-то положительную оценку которую им говорят обоснованно потому что они привыкли к тому что любое их действие каждый их чих оценивается к нечто гениальное и прекрасное вот поэтому я согласна во мнение здесь что не нужно никого перехваливать не нужно никем особо так восторгаться и говорить о том что это все прекрасно но до того как вас попросили что-то оценить есть еще масса вариантов на это отреагировать задать вопросы вот задать вопросы мне кажется действительно самый удачный вариант потому что вы можете узнать что вообще для человека значит вы можете спросить в каком настроении он это писал что как ему самому это что он в это вкладывал какой-то имеет смысл для него почему ему захотелось сейчас с вами этим поделиться миллион может быть вопросов и через это вы уже можете понять как вообще сам человек к этому относится что он хочет услышать что он не хочет услышать и и вполне вероятно что он как раз не ждет никакой оценки что например написал там этот свой первый трек и ему важно просто сказать я смог вот у меня получилось сложить три минуты звуков которые похожи на музыку и я еще не претендую здесь ни на какую оскар за саундтрек и просто я смог это сделать и тут уже вполне себе можно дать оценку да круто что ты смог это сделать ты действительно смог это сделать вот эти три минуты они похожи на музыку здорово вот и и этого уже будет достаточно в этой ситуации и по поводу благодарности действительно потому что нам часто тяжело что-то показывать именно из-за того что мы ждем негативные оценки и поблагодарить человека за то что он на это решился на то что он вам доверяет тоже вполне себе может быть уместно или порадоваться вместе с ним что он это сделал у него это получилось там нашел новое хобби он записался в эту школу он победил прокрастинацию все-таки это записали салта присоединиться к его эмоциям и это как раз зачастую то что нужно детям когда они приносят показать свои рисунки они вообще здесь на самом деле не ждут что это будет как-то оценено и вот мы скажем что это лучший из всех рисунков которые дети рисовали нет они приносят и говорит смотри я тебя нарисовал и у них нет идеи года это очень на меня похоже у тебя прекрасно получилось телеграмм напередал мой нос нет он ребенок вас нарисовал потому что вы ему нравитесь потому что он вас там любит или вы в нем вызвали какие-то эмоции и можно разделить с ним просто эти эмоции блин круто что ты меня нарисовал здорово мне очень приятно это видеть и действительно поделиться здесь вот этим своим эмоциональным откликом вообще вариантов довольно много и поэтому вот этот автоматизм давание оценки как плохой так и хороший мне кажется мы можем по чуть-чуть побеждать и еще тут вот по поводу как бы обратной связи они тоже всегда можно спросить просто задать вопрос а ты хочешь чтобы я высказал свое мнение по этому поводу хочешь ли ты чтобы я дал тебе какие-то рекомендации хочешь ли ты чтобы я это сделал и вполне вероятно что многие люди часто скажут на это нет это тоже нормально вот в общем строя эту культуру заботы и культуру оценки я предлагаю конечно в первую очередь начать с себя с одной стороны это наблюдение за тем как мы сами реагируем на то когда нам кто-то и что-то показывает это вот как раз то о чем мы с вами сейчас говорили а с другой стороны это пристальное наблюдение за тем как я сам реагирую когда я что-то сделал когда я вижу продукцию его творчества ну и да и не только творчество вообще реализацию любой какой-то идеи когда у меня что-то получилось когда я каким-то образом смотрю на свою жизнь в прошлом оцениваю прошедший год или там на новый год подвожу итоги того что я сделал как я это делаю в какой позиции здесь я нахожусь я себе критик я себе надзиратель я себе учитель я сам себе токсичный человек или я себе друг любящий товарищ я может быть влюблен в себя а может быть я желаю себе добра и блага вот и в целом вот эта идея внутреннего критика который пришел к нам из отношений с другими людьми ее можно с ней можно работать следующим образом вот тут видите у меня довольно много каких-то вопросов и в целом они все направлены на одно и то же видите у меня здесь человечек специально не из фотобанка а такой рисуночек потому что тут он будет у каждого свой и его полезно было бы нарисовать и вся вот эта работа с внутренним критиком она в принципе сводится к простым шагам его нужно увидеть его нужно услышать и нужно отнестись к нему как к какому-то персонажу образу который находится внутри вас подумать каким действительно голосом он говорит может быть это голос родителей может быть это голос учительницы может быть это голос вообще какого-то персонажа который в вашей жизни когда-то встречался на кого он похож и это не обязательно реальный человек то есть я знаю внутренних критиков которые такие злые гномы которые приходят и что-то ворчат постоянно и такие но это все опять не доделано надо в следующий раз сделать лучше один из вариантов мой внутренний критик скорее похож на какого-то такого человека из бизнес молодости знаете вот такой супер успешный тебе нужно это делать тебе нужно всегда все делать на максимум ты не доработала снова в общем и когда я это знаю я могу к нему относиться с иронией и я могу вообще в принципе на него каким-то образом посмотреть и как-то с ним провзаимодействовать и тут вот есть прям такое упражнение которое заключается вот прям в его визуализации когда вы вот этого персонажа буквально рисуете то есть это неважно насколько четко и ясно но вы просто отделяете его от себя и делаете его персонажем вовне и это знаете как в физике вот мы не видим только одну точку точку в которой мы находимся сами чтобы на что-то посмотреть и с чем-то что-то сделать от этого нужно чуть-чуть отойти и вот тут тоже от этого критика нужно отойти нужно вынести его как бы вовне как-то его визуализировать как-то его обозначить конкретно и потом уже можно над ним работать и когда у вас есть этот персонаж то тут уже можно подумать вообще про его историю а как он появился потому что дети как вы помните из этой истории про школу вообще-то не рождаются с внутренним критиком вообще-то у детей нет привычки постоянно оценивать каждое свое действие когда он появился в вашей жизни какая у него история что сделало его таким какой он есть как на него повлияли какие-то события в вашей жизни это с одной стороны вот какое-то такое его прошлое а с другой стороны это то вообще кто он такой и чего он хочет и тут у меня есть идея что эти внутренние критики это вообще не всегда что-то плохое у них есть негативные какие-то моменты и эффекты но вообще-то очень часто они о чем-то заботятся например о том чтобы вот вы стали лучше чтобы вы он говорит я лучше вас сам сейчас покритикую чтобы потом вы когда другим показали уже было идеально и они вас не критиковали и точно так защищает как бы вас от этой другой критики они могут быть очень милыми и добрыми людьми если спросить этих критиков что они хотят и уже исходя из этого можно подумать о том какую должность ему назначить может быть сделать его советником может быть сделать его наставником и обращаться к нему в какие-то моменты когда вам действительно нужно получить какой-то фидбэк но это не очень полезно в самом начале работы вот потому что если внутренний критик включился сразу то вы просто сидите перед листом бумаги и думаете так нет это ужасно это я даже пробовать не буду это вообще бесперспективная идея это не его этап его этап самый последний когда вы уже все сделали и он теперь может на это как-то посмотреть и сказать вам а что вообще улучшить что здесь доработать и сделать как-то более правильным и хорошим это это знаете это такая интересная на самом деле идея вот подход и нарративный в котором я работаю он как раз говорит о том что нужно все выносить вовне и действительно вот с этими голосами как-то взаимодействовать более того в психиатрии тоже работают нарративные практики которые подобным образом реально работают шизофренией и удивительно что когда ты с этими внутренними голосами начинаешь договариваться вместо того чтобы пытаться всех их победить и убрать они приходят в более стройный какой-то коллектив и начинают меньше тебе мешать вот поэтому я тут думаю что точно его лучше не вытеснять а лучше познакомиться с ним и найти для него какое-то место и в целом вообще диалог с самим собой мне кажется довольно такой продуктивной и хорошей идеей это что-то не про сумасшествие а скорее наоборот про да какое-то здоровое умение наладить отношения внутри себя вообще еще аристотель по-моему говорил что каждый человек толпа и вот с этой толпой надо что-то делать надо как-то устанавливать какую-то там демократию внутри я не совсем верю если честно что вот у вас нет ничего абсолютно кроме критика я уверена что мы можем посмотреть на какие-то сферы вашей жизни где вы чему-то радуетесь и получаете удовольствие или там чем-то очень сильно увлечены и в на это время критик отключается но в любом случае если вы чувствуете какую-то сильную связь или если вот эти все вопросы вам не особо помогают добро пожаловать на психотерапию это отличная тема с которой можно прийти и попытаться все-таки это отделить одно от другого ну и тут на самом деле еще важно сказать что не обязательно все вот это упражнение проделывать целиком вы можете просто в какие-то моменты когда вы этого критика чувствуете как раз пытаться его назвать и отделить и подумать так вот это сейчас критический голос он как он отличается от моего он какой мужской или женский какая у него интонация что он хочет и вот на каких-то таких маленьких вещах просто иногда задавать себе подобные вопросы и пытаться вот это разделение провести вот наверное пока так могу вам ответить вот и помимо того чтобы начать самим собой что-то делать можно поговорить со своими близкими и тут мне кажется есть два основных направления с одной стороны если это близкие ну в плане ваших родителей коллег друзей хорошо бы сказать им все как есть и все как вы чувствуете если вас ранит там например какая-то обратная связь если это безопасно в ваших отношениях хорошо бы прямо это обсудить ну вот вообще токсичные люди часто не знают о том что они токсичные и в этом просто можно спокойно рассказать вот так например с моей мамой было вот то есть я просто в какой-то момент почувствовала вот это давление оценки и того что мне уже вообще сложно там с ней чем-то делиться и что-то и рассказывать и я решила просто рассказать о том какой эффект на меня это производит и я говорю мам вот я тебе там это рассказываю не знаю когда я начинала консультативную практику она меня каждую неделю спрашивает ну сколько у тебя уже клиентов ну сколько у тебя уже клиентов да три у меня клиента три у меня клиента я говорю мам на меня это давит что ты потом как-то это оцениваешь что ты про это говоришь что этого мало этого недостаточно это не слишком быстро я из-за этого начинаю себя чувствовать неуверенно и мне сложно какие-то шаги предпринимать дальше потому что мне кажется что что если у меня не получается, если у меня не становится этих клиентов больше, то я какой-то плохой специалист, и со мной вообще что-то не так. И моя мама была очень удивлена, она говорит, да, на тебя это так влияет, а я вообще-то тебя поддержать хотела, что надо быстрее. И когда я ей объяснила вот эту взаимосвязь, объяснила какой-то эффект вообще имеет на моей жизни ее слова, все стало прекрасно, действительно она это поняла, даже там какой-то был такой порыв с своей стороны наоборот уйти, как раз вот эту похвалу слишком интенсивную, ну, про что я тоже сказала, что нет, давай просто останемся в рамках разумного и нормального. И одним простым разговором, разговором с человеком, с которым вы понимаете, что это безопасно, вполне себе можно это решить, и уже эту проблему, эту проблему себе исчерпает. С другой стороны, я понимаю, что в жизни есть много случаев, ну, в том числе рабочих, когда вы с коллегами, заказчиками, начальниками что-то обсуждаете, и это такие отношения, которые предполагают какую-то оценку. То есть тут сложно сказать, вы знаете, меня это очень ранит, мне очень больно это слышать, поэтому, пожалуйста, не надо мне говорить, что я плохо поработал сегодня. И это просто не очень уместно. Но это не значит, что вы не можете с этим ничего сделать. И вообще-то даже если человек заплатил деньги за вашу работу, это еще не значит, что он имеет право вести себя как козел. Да, и про это тоже можно сказать. И можно сказать, извините, вот вы сейчас это говорите, и мне кажется, что это не очень вежливо и не очень этично. Давайте в какой-то другой форме это обсудим. Я готов услышать ваше мнение, но не так, как вы его преподносите сейчас. И это нормально, вы имеете на это право, вы не обязаны абсолютно слушать все, что вам говорят все люди на свете. Более того, вы вообще можете управлять процессом обратной связи. И если вы знаете, да, есть такое понятие конструктивной критики. И конструктивная критика заключается в том, когда люди не просто говорят, что это плохо, а предлагают какие-то варианты там решения, как это можно было бы улучшить, что можно было бы с этим сделать. И это можно направлять в такое же русло, когда вы приносите там какую-то свою работу и предполагаете, что она будет оценена, об этом можно так и спросить. А как ты думаешь, можно ли вот эту мою идею усилить? Что здесь можно улучшить? Что вот здесь еще можно добавить? Чего здесь не хватает? Чтобы это было более понятно или более ярко показано, еще что-то в этом роде. И это уже не та критика, которая говорит, что что-то плохо, а это критика, которая пытается сделать что-то лучше. И вы можете найти те вопросы, которые будут комфортны для вас. Порефлексировав о том, как вам нравится получать критику. И с ними уже приходить и эту беседу модерировать с кем-то. Ну и, конечно, есть такие случаи, когда ничего из этого не помогает, ни разговор, ни модерация, и люди все равно высказываются каким-то образом, неприятным для вас. И тут важно все-таки отделить одно мнение одного человека от вашего собственного. И нам это очень… мы все это умеем, нам это очень легко удается, когда мы, например, обсуждаем литературу. И мы говорим, вот мне там нравится Достоевский, а мне там нравится Булгаков или Толкин, или там Файер, кто угодно. И все-таки, ну окей, да, тебе это нравится, это нормально, у нас разные вкусы. Но почему-то, когда мы приходим с собственной работой, мы уже так не считаем, это как будто должно понравиться всем. Мы уже выше Достоевского, который может кому-то не понравиться. Вот наша работа должна приниматься всеми на ура. Ну, тут важно понимать, что если кому-то что-то не понравилось, и он по этому поводу как-то высказался, это может быть на его полюсе. У него там есть свой внутренний критик, он сам с собой как-то обходится. Вот это его способ подавать эту обратную связь. Он пока не очень умеет делать это нетоксично. Очень жаль, но это его мнение, а у вас тоже может быть свое мнение, и это абсолютно окей. Вот, ну тут, в принципе, конечно, я уже заканчиваю со всем этим, но такая еще у меня есть идея, что продавать и продвигать что-то, собственные услуги и собственное творчество, это абсолютно нормально. И нормально, даже если вы в нем не уверены. Более того, вот тут это важная для меня мысль. Идея, что мы должны продавать и продвигать только то, что идеально, и только то, что выполнено на каком-то высоком уровне, выгодно больше всего, знаете кому? Капитализму. Потому что в такой ситуации, если вы чуть-чуть в себе сомневаетесь или немного в себе не уверены, вы просто спокойно идете, встраиваетесь в капиталистическое общество, в какую-то корпорацию, где все понятно, все отлично, вот у вас есть место, вас здесь оценивают, вам говорят, что делать, какой должен быть результат. Никаких сомнений, никаких проблем нет. И для тех, кто находится на вершине этого, это прекрасно, но зачем им лишняя конкуренция из людей, которые будут через вот эти продажи и продвижения каким-то образом в это вклиниваться. И обратная идея, что вы можете даже не умея что-то делать, уже начинать в это встраиваться и делать там и что-то свое, и что-то суперкреативное, что-то, что отличается и разрушает этот рынок. И это невыгодно для участников рынка в настоящий момент. И как бы условно, да, это не теория заговора, а так если мы просто смотрим, кому здесь что было бы лучше. Условно для них именно и хорошо, чтобы у вас этот внутренний критик был как можно более сильнее, чтобы он вас загнал в такие рамки, что вы будете готовы сесть в любую конторку, где все будут вам конкретно говорить и с вас будет снята любая ответственность. Вот, поэтому назначать цену, оценивать себя адекватно, это более чем нормально, это моя позиция. И последнее, что я вам хочу сказать. Вообще, вот этот вопрос, он риторический. И в вот этой культуре оценивания, про которую я сейчас рассказывала, принято считать, что любая деятельность, она должна быть оценена, хорошо это было сделано или плохо. И важно именно то, как мы это делаем. Но это вообще-то не единственный критерий того, почему мы что-то делаем. Мы можем делать что-то из рук вон плохо, но просто получать от этого удовольствие. Ну вот я не умею, например, петь и все равно пою. И это не единственный вообще критерий делать что-либо, если вы только когда вы делаете это хорошо. Вам может это нравиться, вы можете наоборот делать это кому-то назло, почему бы и нет. Более того, то, что вы делаете нечто хорошо, это даже не критерий вашего успеха. Опять же, например, с пением, вы можете послушать автотюненный рэп, где никто не умеет петь. Вы можете послушать, не знаю, песни 90-х, где тоже особо никто не умел это делать. Что далеко ходить за примерами, вы наверняка знаете эту группу Иванушки Интернешнл, и вот их солист рыжий, он вообще не умеет петь. И более того, он сделал это своей фишкой. То есть вот этот шепот, да, там, кукла Маша, не плачь, вот это вот все, он всегда шепчет, он нашептывает. И то, что он не умеет петь, абсолютно не помешало ему стать певцом прекрасным, замечательным и успешным. И вот то, что внутренний критик внушает нам, что сделать что-то идеальное, такое перфекционистское, это единственный способ добиться успеха, или вообще единственный смысл делать что-то, это делать это хорошо. Это идея, которая вообще не находит подтверждения в нашей жизни. Есть много других вариантов делать что-то под абсолютно другим причинам и быть в этом успешным, вне зависимости от того, как у нас это получается. Спасибо вам большое. Вот такой шуткой хочу закончить я свою презентацию. Это моя электронная визитка, если вдруг у вас еще появятся какие-то вопросы, там есть какие-то мои статейки, там, в подобном ракурсе рассмотрения жизни, можете их почитать. Не судите строго и не судимы будете. Большое спасибо. Очень было приятно у вас побывать. Спасибо.